При нападении боевиков Хамас на Израиль 7 октября сильнее всего пострадали пограничные районы на юге страны. Населенный пункт Кибуц-Беири, расположенным не с нескольких километрах от границы сектором газа, был атакован боевиками одним из первых. Съемочная группа телеканала CBC побывала там и ознакомилась с фактами разрушений. Мы находимся в Кибуце-Беири. Этот населенный пункт одним из первых пострадал от обстрелов боевиков Хамас 7 октября текущего года. Мы сейчас зайдем внутрь и посмотрим, какие разрушения были здесь нанесены. Здесь четко видны следы от стрелкового оружия, от ручных гранат, от ракетных установок. И нужно здесь пояснить, что Кибуц это такая своего рода коммуна, где около тысячи человек, которые проживали именно здесь, в Беири, занимались сельским хозяйством. Это все происходило на общественных началах, на равноправной основе. Люди здесь занимались буквально тем, что просто вместе организовывали сельское хозяйство, домашнее хозяйство. И видно, что никаких милитаризированных зон здесь нет. При этом еще важно отметить, что в Кибуце-Беири проживало в основном население, которое поддерживало партию, которая как раз-таки выступала за совместное проживание палестинцев и израильтян. И примечательно, что именно жители этого населенного пункта столкнулись с таким кровавым и чудовищным нападением. И вот сейчас правительство Израиля делает все возможное для того, чтобы показать масштабы этой катастрофы всему человечеству. Здесь проводятся пресс-туры об Беирии, об кибуцах по типу Беирии, Кфараза и других рассказывается очень много. И я думаю, вот то, что мы сейчас видим на наших экранах, рассказывает лучше всяких слов о тех зверствах, с которыми пришлось столкнуться жителям этого населенного пункта. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 7 октября в 6 утра боевики «Хамас», которые контролировали сектор Газа, выпустили тысячи ракет. В то же время боевики «Хамас» прорвались через границу, вооружённые стрелковым оружием. Атака шла и со стороны моря. Их цель была убивать мирных жителей Израиля. Вот дом, который они разрушили. В нём жила семья. Видите, там была спальня, детские игрушки. Здесь жило много людей. Все они были убиты или похищены боевиками «Хамас». Они имели один цель, который был уничтожен и уничтожен и уничтожен и уничтожен и уничтожен и уничтожен. Субтитры делал DimaTorzok Количество граждан Израиля, погибших в результате войны с «Хамас», достигло 1400 человек. И эта цифра будет расти. На данный момент свыше 200 человек до сих пор находятся в заложниках. Страшно представить, что пришлось испытывать жителям этих домов, этих кибуций, в те первые дни начала войны, в те первые дни атаки. Это был обычный дом, где жила обычная семья. Вот здесь до сих пор на столе мы видим игрушки, видим фрукты, фотографии. И самые страшные картины, которые здесь сегодня мы видим, это вот эти, наверное, руки. И страшно представить, что происходило здесь и что чувствовали жители этого дома. Но, наверное, самое страшное чувство, когда заходишь сюда, это запах. И страшно сопоставлять с теми фактами, с которыми он может ассоциироваться. Это детская комната, и, наверное, без лишних слов понятно, что здесь происходило. Ответом Израиля станет беспрецедентная военная операция, которая уже проводится в эти минуты. И если сейчас обстрелы сектора газа проводятся при помощи артиллерии, при помощи ракетных установок, то совсем скоро должна состояться и наземная операция. До нее, как ожидается, остались считанные часы. А министр обороны Израиля заявил о том, что военные, солдаты Израиля смогут наконец-то увидеть газу изнутри. Эти легендарные танки «Меркава» стоят прямо на границе с сектором газа в эти дни. Продолжение следует... Продолжение следует...